Парламент сегодня тоже бурлил. Украинские депутаты были заняты околоизбирательными темами. В который раз планировали назначить выборы в проблемных округах, но до этого снова не дошли руки. А вот ротацию в Центр-Избиркоме провести все же удалось. Без драки, однако, с блокадой трибуны. Шумный парламентский четверг в материале Анны Пановой. Все регионалы как на ладони. Кто в зале, кто отсутствует. Эту чудо-систему контроля заметил фотокор Влад Содель и выложил в Фейсбуке. А вот те, кто поминутно отмечает явку. Девушки в гостевой ложе работают, не покладая рук, телефонов и планшетов. От таинственной миссии не открещиваются. Когда все в сборе, можно смело объявлять важные голосования. Компьютерное ноу-хау регионалы считают нормой. Сегодня дисциплина у большевиков не хромает. На повестке отставка главы Центр-Избиркома. Владимиру Шаповалу 65, пора на пенсию. Большевики нажимают «за». В мгновение ока оппозиционеры берут президиум на абордаж. Трибуна в осаде, спикер держит оборону. Бийки не будет. Хочет спровоцировать бийку. Все на местах. Иди на местах. Ваши жильи! Ваши жильи! Оппозиция кричит «процедура нарушена», а на носу президентские выборы. Заяви, что повало в Верховной Раде Украины, немае. Мы считаем, что это попытка Виктора Януковича вкрасти голоса украинцев через незаконную смену главы Центральной выборчей комиссии. Арсений Петрович очень не уверен в своих позициях. Уже заранее пытаются создать общественное мнение, что в его проигрыше будет виноват кто-то другой. Регионалы хотят сразу назначить нового члена ЦИК, предложенного президентом. Оппозиционеры не дают. Вы заявили, чтобы вы не рассматривали, мы голосовать больше не будем. То дайте той, кто хочет проживать. Спикер оставил передовую и переместился в тыл, в сектор регионалов. Оттуда и провел голосование по новому члену ЦИК. Регионалы ликуют. Александр Копыленко принимает поздравления. Оппозиция освобождает трибуну. Большевики берутся за законы. Скандальный документ о Викселях принят. Государство сможет платить предприятиям не только живыми деньгами, но и финансовыми бумагами. Уявите себе, что вам зарплаты начинают платить в Викселях. Как вы себя будете почувствовать? Это добровольная мера. Это первый. То есть поддерживаемся за желанием. Захочет отримать, отримает. Не захочет, будет ждать денег с бюджета. Вместе с регионалами закон о Викселях поддержал и член Батьковщины Василий Кравчук, за что был тут же изгнан из фракции. Так Батьковщина лишилась еще одного штыка. Анна Панова, Ольга Клюева, Василий Миновщиков, Иван Ермаков. Подробности телеканал Интер.